Всем привет, ребята! Меня зовут Диана, и добро пожаловать на мой канал! И сегодня, за несколько минут, мы с вами выучим несколько сотен, а то и тысячу английских слов. У меня есть несколько лайфхаков, которые вам помогут открыть глаза на те элементарные, очевидные вещи, о которых вы могли не догадываться. Вы можете уже знать эти все слова, но об этом, опять же таки, не догадываться. Ну что ж, если вам интересно, то поехали! Let's go! И первый наш лайфхак, очень классный лайфхак, и заключается он в том, что в 99% случаев слова, которые на русском заканчиваются на ция, в английском будет заканчиваться на тиян или саян, а корень в обоих языках будет одинаковым. То есть, например, информация на английском будет information, декорация – decoration, ситуация – situation, станция – station. Вообще насчитывается около 50 тысяч таких слов, но так как много из них задействованы в науке, то все их знать нам в ежедневной такой нашей рутине не обязательно использовать. Поэтому сейчас я на экран вам выведу несколько десятков примеров. Вы, конечно же, их заскриньте или же сейчас перепишите и запомните. И второй наш лайфхак, благодаря которому вы сами сможете образовывать слова на английском языке. И сейчас я вам расскажу об этом поподробнее. Вся суть кроется в суффиксах "-ир", или же просто "-р", в отдельных случаях. Дело в том, что благодаря этим суффиксам мы можем образовывать от глагола существительное. Давайте сейчас научимся с вами это делать. Например, берем глагол to play – играть, и добавляем к нему суффикс "-ир", и получается a player – игрок. Глагол to play – существительное, a player – игрок, играть – игрок. Или же глагол to sing – петь, to sing. Добавляем к нему суффикс "-ир", и получается singer – певец или же певица. Singer – to sing – петь, это у нас глагол, a singer – это у нас певец, существительное. Я надеюсь, вы поняли уже эту закономерность. Если же у нас глагол и так заканчивается на букву "-и", то нам остается лишь добавить буковку "-р", суффикс "-р". Например, to drive – водить, a driver – водитель. To drive – это у нас глагол, a driver – это у нас существительное. Или же to use – использовать, a user – пользователь. To use – a user. Знали ли вы, что известное вам и на первый взгляд очень простое существительное также может выступать глаголом в английском языке? Например, все мы знаем такое простое слово, как milk – молоко. Но знали ли вы, что оно также выступает как глагол и переводится как доить? То есть, milk – это у нас молоко, а to milk – это у нас доить. Также несколько примеров. Например, name – имя, to name – называть. Smoke – дым, to smoke – курить. Dress – платье, а также to dress – одеваться. Или же iron – это у нас утюг, а to iron – это у нас гладить. Сейчас на экране также появится несколько примеров, которые вы запишите и изучите. И последний лайфхак заключается в том, что у нас много в русском языке позаимствовано слов с английского языка, и вы используете их на ежедневной основе, даже не задумываясь об этом. То есть, фактически, даже не начиная изучать английский язык, вы уже знаете из него несколько сотен слов. А каких именно слов? Я сейчас выведу вам на экран несколько картинок. Продолжение следует... Ну что ж, ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то подпишитесь на мой канал, поставьте пальчик вверх, а также напишите какой-нибудь комментарий. Также подпишитесь на мой инстаграм, там я публикую посты об английском, там интересные сторис, поэтому буду вас всех там ждать. Что ж, ребята, всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока, удачи, пока!